только что на одном из ведущих телеканалов украины увидел шедевральный сюжет как овсяная каша поможет вам похудеть ну не сдержался решил написать это видео как похудеть на все ну что чаще всего предлагают овсянка на воде да я прекрасно понимаю тех кто это рекомендует овсянка не относится к калорийным продуктам и заварить ее на воде кажется внешне кажется что помогает снизить вес но такой способ приготовления овсянки нарушает работу печени работа печени это все в вашем организме как бы вы не пытались ваша печень будет стремиться к тому чтобы обеспечить обмен веществ на уровне клеток мы максимально полно максимально эффективно и от нее зависит скорость обмена веществ и от одной и той же порции еды вы идете набираете вес или вы наоборот его снижаете в центре всего этого стоит печень если печень может обеспечить активный обмен веществ чтобы вы не ели а вы держите нормальный вес если печень не может активный обмен веществ обеспечить он тормозит вы стареете и даже небольшие порции еды приводит дополнительному набору веса тут все понятно с другой стороны вы знаете сама по себе овсянка с утра это классный продукт но углеводы которые находятся в овсянке напомню для того чтобы полноценно переварить нужно не не заглатывать как утка а все-таки пережевывать во рту обработывать слюной и при правильном употреблении овсянки скорость всасывания углеводов кровь чуть чуть меньше чем у шоколада чем у конфет чем у других кондитерских изделий ну конечно шоколадная диета есть но если вы хотите по аналогии с шоколадной диетой худеть на все вы должны стать ну дюймовочкой и овсяная каша из пол зернышка овса утром второй завтрак третий завтрак тут может быть даже пятый завтрак может быть хоть двадцать завтраков по пол зернышку каждый раз да вы будете худеть потому что калорий вы не получаете но это неправильный путь на мой взгляд похудение потому что все резко ограничительные диеты они приводят тому что начинает тормозить обмен веществ вашем организме и вроде как находясь на диете вы вес снижаете у вас остается с диетой вы сошли перешли на обычный процесс питания обычными продуктами что диеты к сожалению они не рассчитаны на постоянный прием кроме как одной еды этот правильно и сбалансированное питание вот когда вы перешли на обычное питание привычное обмен веществ у вас остался вы набираете с запасом великолепно поэтому сидеть на диетах здорово но неправильно поэтому тут понимая то что углеводы овсянки достаточно быстро всасываются вы должны понимать что вы должны делать после овсянки потому что сама по себе изолирована съели овсянку она вам ничего не даст а чаще дает как раз обратный эффект и все связано с теми сами быстро усваиваем углеводы крахмал который там есть он легко расщепляется в простые углеводы всасывается в кровь и вот тут зависит ваше поведение после приема овсянки что вы будете делать как вы понимаете с у вас появилась энергия в крови надо ее куда-то девать и самый простой способ это тренажерный зал это фитнес-клуб это занятие до упора и это здорово потому что таким образом вы сжигаете эти калории и действительно вес не набирается в это время но что у вас появится после этого ну после приема овсянки минут через 30 40 60 появляется здоровый аппетит в тренажерном зале он появится еще раньше потому что принципе вы углеводы съели вы правильно использовали работой мышц что вы делаете когда у вас появляется аппетит вот если вы повторите еще раз овсянку те труды которую вы те кто под который вы пролили в тренажерном зале он пустую потому что после нагрузки вам нужен отдых плюс аппетит плюс еда и время этого отдыха вы наберете великолепно тот самый вес который вы пытаетесь бороться плюс это или минус не знаю но обычно после тренажерного зала ну можно слона съесть и посчитайте сколько калорий вы при этом намолотили свой организм но поэтому тут нужно понимать как это все делать правильно большинство после порции овсянки дома едут на работу машина маршрутка нагрузки нет нагрузка минимальная а углеводы в крови есть а избыточно принятые углеводы перерабатываются в жире это закон никуда мы от этого не денемся и пока вы ехали после овсянки утром на работу любым способом из обозначены вы приезжаете уже с избыточным весом конечно я понимаю вас великолепно велосипед да но прежде чем купить велосипед и таким образом сжигать овсянку после еды вы должны посмотреть в окружающую вас среду потому что если вы живете в городе с населением выше 50 тысяч человек это говорит о том что у вас достаточно плотно живут люди а люди любят ездить не на велосипедах а на машинах и пока вы едете сжигаете овсянку на велосипеде рядом с вами вас обгоняют те кто еще не слышит не смотрели это видео они после овсянки едут в своем автомобиле вы дышите этими выхлопными газами ну как минимум увеличивается вероятность рака легких потому что чем крупнее населенный пункт тем больше вот этих продуктов неполного горения топлива находится в воздухе и возникает проблема небольших населенных пунктов там вроде как лучше но если у вас отопление газовая да лучше а если у вас печи на дровах продукты неполного горения опять-таки в воздухе и тут появляется очень такая серьезная ситуация поэтому овсянку на воде сложно рекомендовать для похудения более полноценно на мой взгляд было бы но нужно встраивать систему правильного питания овсянка с молоком на молоке овсянка с каким-то жиром овсянка на молоке утром не очень симпатично почему потому что тот кальций который есть вы молоке он утром эффективно не усваивается все-таки овсянка утром это здорово на молоке лучше если она будет часов после 3-4 там кальций молока усвоится ну и принципе этот продукт относительно долго переваривается дольше состояние сытости возникает а небольшой нагрузкой вы калории сжигаете и будете вес реально стяжать я понимаю часть людей которые пытаются ускорить процесс и добавляют семена льна ну конечно вы знаете я с этим частично согласен в том плане что семена льна великолепные средства для улучшения работы сердца сосудов кишечника как детоксикант работает прекрасно как мягкое мочегонное отхаркивающее прекрасно но вот здесь кардинальный вопрос способ приготовления если вы знаете правильный способ приготовления для того чтобы получить эти эффекты я за вас спокоен если не знаете ну вы знаете тогда обращайтесь фитотерапевтом узнавайте как это делать правильно знаете когда вы знаете прекрасно у вас там дома есть допустим свекла и вы знаете что из свеклы там можно приготовить там свекла запеченная свекла там винегрете свекла в борще ну еще пару блюд знаете и все а если у вас знакомый повар задайте ему этот вопрос да он вам несколько сотен блюд с использованием свеклы чтобы как говорится пальчики оближите вы этого не знаете вы теоретически можете представить себе как это может быть вкусно пока он будет вам рассказывать но знаете лучше один раз попробовать чем сто раз услышать от повара потому что на пятом шестом разе у вас язва образуется в желудке от правильно поданной информации кислота сожжет слизистую естественная реакция естественный процесс точно так же я бы сказал нужно относиться к семенам льна кстати видео по лечению семенами льна есть на моем канале то подписчики уже наверняка видели если вы еще не подписывались подпишитесь на канал вам будет проще его найти там доступная информация изложен доступным языком и вы поймете что семена льна не самый простой продукт питания продукт вы знаете в таких больших жирных кавычках потому что это растение и его семена они одинаково могут как принести громадную пользу так и часто непоправимый вред и вы это должны понимать польза зависит от того как вы правильно приготовите и вовремя примените а вред просто измельчили семена льна и заварили вместе с овцом и тот цианогенный гликозит лини марин который находится в сырых семенах льна от тепловой обработки может разрушаться и превращаться в глюкозу которая увеличит опять-таки уровень сахара в крови немножко и дополнительную нагрузку вынуждены будете выполнять образуется ацетон ну токсикоманом вы не станете от двух ложек семян льна а вот то что там еще образуется синильная кислота это яд общий ядовитого действия который действует даже в минимальных дозах нарушает пищеварение я понимаю прекрасно до введение семян льна с пищей приводит тому что часть вашей пищи просто улетает в унитаз вы сидите на полу голодной диете ваши клетки сидят на полу голодной диете потому что из ничего ваша печень ничего не может подать вашим клеткам для активного обмена веществ вы худеете да конечно правда вкладываете деньги в содержимое унитаза они в свое здоровье потому что пища будет пролетать по кишечнику усваиваться она полноценно не будет и сколько бы вы денег не вкладывали в нее вы вкладываете совершенно в иные ситуации знаете я как-то пошутил очень хорошо жить в этом случае в частном секторе будет чем удобрять огород вы знаете там лучше использовать испражнение от курицы вот там коровы они больше пользы принесут на огороде и дешевле получить а семенально в этом случае не самый лучший вариант для похудения хотя реально вы худеете вопрос какой ценой ценой дистрофии внутренних органов понимаете разницу похудение и истощение вроде как динамика идет в одну сторону вес снижается вы знаете истощение одновременно теряется и здоровье похудеть можно без потерь здоровья правильно и такие видео есть на моем канале разные аспекты что включать как включать все это есть если вы подписчик не вопрос вы это легко можете просмотреть когда можно использовать овсянку я понимаю если у вас утром нет аппетита да многие считают что вот отсутствие аппетита с утра это повод для того чтобы попринимать овсянку но вы знаете для того чтобы утром у вас был аппетит посмотрите на моем канале видео о том как правильно поужинать потому что это очень важно неправильный ужин может не то что аппетит вам с утра испортить может жизнь вашу прекратить перебор за столом за ужином увеличивает вязкость крови увеличивает нагрузку на сердце увеличивает объем крови увеличивает кардиологический риск и не зря больше ста лет назад инфаркты называли ресторанной болезни объяснять наверно не надо почему нужно подробнее найдите такое видео правильный ужин на моем канале а также для того чтобы аппетит был с утра есть еще одно видео как правильно начать день разложено все по полочкам от того как момента когда вы открыли хотя бы один глаз когда вы проснулись это очень правильно потому что если с утра попадает овсянка да я понимаю пяти то нет что-то можно запустить и овсянку проще всего приготовить и съесть вы обязаны после этого дать нагрузку чтобы те калории которые вы этим путем получили сжечь после этого у вас появится аппетит и после этого вы опять смотрите что делать вы мои видео смотрите правильный завтрак и после этого у вас идет снижение веса вот это достаточно продолжительный такой путь а я предлагаю короче путь вы применяете правильный ужин вы понимаете как правильно начать день и дальше у вас идет правильный завтрак за которым следует снижение веса так путь немножко короче и безопаснее для вашего здоровья особенно это важно понимать женщинам потому что снизить вес тренажерном зале женщине можно только одним уникальным путем потери воды до все те килограммы или сотни грамм которые женщина теряет тренажерном зале или фитнес-клубе это увы вот а потому что вы должны быть реалистами один час интенсивного плавания до не могу просто вот вы знаете с до истощения это 800 килокалорий один час без остановочного верчения педали велосипеда это 800 килокалорий знаете что такое 800 килокалорий это меньше 100 грамм жира 100 грамм жира это 900 килокалорий представляете вы час крутили педали велосипеда вы максимум что можете потерять 900 килокалорий но вы их потеряете 100 грамм вот этого жира почти 100 грамм только в одном случае если вы зашли в тренажерный зал крутить эти педали с чувством голода то есть ваш организм все углеводы которые были запасы истощил и в этот момент когда вы начали крутить педали вас запаса углеводов нет вашего организма единственный вариант включить в печени глюконеогенез то есть жиры перерабатывать углеводы и поддерживать уровень сахара в крови который будет легко снижать мышца и вот вы будете находиться на таком в такой очень неприятной пограничной зоне на уровне гипогликемической комы и в это время вы реально теряете жиры с темпом ну примерно 100 грамм каждый час все что больше это вода если вы попробуете попить воду во время нагрузки утолить чувство жажды посмотрите мои видео на моем канале чем это может закончиться воду во время физ нагрузки пить противопоказано если у вас чувство жажды появилась который готов чтобы нагрузку должны постепенно потихонечку течение нескольких минут уменьшить перейти в состояние покоя отдыха и когда у вас восстановится пульс восстановится частота дыхания исчезнет одышка и прекратится потоотделение только после этого вы имеете право пить воду и утолять чувство жажды потому что если пульс не восстановился выпитая вода приводит тому что срывается сердце если тренер по фитнесу вам это рекомендует то обратитесь другому тренеру который тренирует скажем так подопечные которого ну скажем так оценены сотни тысяч долларов сотни тысяч извиняюсь долларов это конюху конюх воду не даст коню разгоряченному что он понимает сорвет ему сердце все конь перестанет бегать не все тренеры по фитнесу понимают эту ситуацию говорят пейте во время нагрузки утоляющее чувство жажды во все прекрасно потому что вы потеете если у вас в тренажерном зале или фитнес-клубе появилось чувство жажды это говорит об одном о том что ваш организм не имеет резерва воды печень не смогла его удержать потому что белок синтетическая функция печени удерживает эти самые эту самую воду в соедините ткани вас тургер кожи хороший плотность тела хорошая есть что терять в тренажерном зале без чувства жажды только она появилась индикатор сработал вы должны это просто понимать мужчина может тренажерном зале потерять вес но не вы тренажерном зале а между его посещениям уже мужчина может зайдя в тренажерный зал накачать мышцу а мышца круглые сутки не обмен веществ идет более интенсивно более эффективно мышца сжигая калорий круглые сутки будет мужчине давать этот бонус по снижению веса это понимать просто надо женщина увы в тренажерном зале только потеет она вес набирает за счет мышцы ткани очень слабо очень вяленько потому что увы у него по-другому работает печень я знаю что о чем говорю книжку что делать если у вас есть печень написал достаточно давно она есть и в ней расписано больше двухсот страниц текста что делать как управлять работой печени потому что принципе от нее зависит это ваш метаболический мозг работает хорошо у вас обмен веществ идет хорошо и вы не думаете как снижать вес работает печень плохо вас обмен веществ вяленький идет и соответственно вас появляется желание каким-то путем снизить вес знаете можно экстремально снизить вес на голодовка но не советую лучше на правильном сбалансированном питании которая позволит вашей печени оптимально работать и поддерживать обмен веществ на достаточно высоком уровне потому что откуда растут ноги у избыточного веса который очень сложно восстановить уменьшить до тех границ которые вы хотите а не вопрос ноги растут из очень простой ситуации когда плохо работает печень крови больше токсинов чем нужно щитовидная железа улавливая эти токсины когда они проходят через барьер который отделяет ее от крови там появляется аутоиммунный тироидит или узловой токсический зон это состояние снижает обмен веществ потому что только щитовидка держит тонус вашего обмена веществ и женщина может снизить вес только одним путем изменив активность щитовидной железы а пока вы печи не восстановите щитовидка у вас не будет работать интенсивно и активно она будет тормозить потому что она понимает что на дорогу полно ям и ухабов и быстро ездить нельзя вот когда вы выровняете сделайте себе европейскую дорогу обратите внимание на свой метаболический мозг печень и она заработает хорошо а работа печени это не вот так три-четыре месяца нужно с ней повозиться пока она будет работать оптимально и эффективно и только после этого восстанавливается щитовидная железа и активирует обмен вашем организме обмен веществ активны это снижение веса его контроль на тех позициях которые вы хотите это все можно делать через правильное питание если вы понимаете как это делать потому что вот таких вот разных экзотических методов их полно да овсянка семенами нас гарантии будете снижать вес конечно пища где пища в унитазе а хотите активный обмен веществ хотите активно жить хотите трудиться хотите эмоциональной к активность была что без депрессии а сейчас на чем не на чем все в унитазе на этом не поработаешь точно также есть знаете разные такие самые у меня есть видео содовая ванна для похудения тоже содовая ванна ничего подобного проводили опыты неоднократно на одном из телеканалов девушка знаете я бы сказал кормить ее надо она говорит худеть хочу ну конечно у женщин свое уникальное отношение к своему весу и почему-то всегда его много одежды мало а веса много и все пытаются снижать свой вес среднего роста девушка килограмм меньше 60 вес залезла в ванну и вышла в минус почти два килограмма и фишка висит содовая ванна для похудения ничего подобного там работала соль соль за счет осмоса вытягивает воду в ванну человек худеет но опять-таки худеет за счет воды вес то снизился но не но это индикатор того что девушка постарела примерно то же самое овсяная каша с семенами льна поэтому если вы хотите худеть правильно не вопрос контакты вы видите проблем нет если вы теперь поняли как правильно управлять овсянкой надеюсь что вы теперь будете овсяную кашу есть правильно чтобы не вредить своему здоровью если вы считаете что ваши друзья тоже могли видеть на телеканале не буду говорить каком любимый хороший телеканал но иногда ляпа пропускают потому что когда рецепт дает нефитотерапевт ну он имеет право ошибаться телеканал не имеет права ошибаться я это видео буду заканчивать с привычными вам словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения но чтобы вы больше знали для своего здоровья смотрите видео на моем канале только подписчики получают автоматическое уведомление о новом видео поэтому став подписчиком канала вы будете получать уведомление среди первых и надеюсь что информация вы не зря потеряли время просмотрел это видео такие другие видео на моем канале до новых встреч в следующем видео